Но в любом случае, мы должны теперь учить знания, мы должны хотеть понимать мир, в котором мы живем. Не тот, который нам создали, типа, вот, в религиях создан, типа, вот, небесный цвет и так далее, и так далее, и все, кто пишется о Верхнем Завете, в принципе, все религии почти повторяют ту же самую ерунду. Потому что вы понимаете, что то уровень представления космологии, которая написана в Верхнем Завете, или в Торе, если братья Оргенова, то уровень представления средних веков не выше. Реально космология совершенно другая. И если не считается земля центра всей, ну, тогда они не повторяются. Так вот, понимаете, даже вот это говорит о том, что, если это Господь Бог был бы и давал информацию людям, то Он не давал в таком извращенном виде, на уровне понимания, как было понимание в том времене, когда эта идея создавалась. Или, как некоторые, знаете, меня больше всего возмущает, когда спорят со священниками, священники начинают, ну, они с вами очень любят спорить, потому что я им несколько раз продал такое в статьях, что им больше не захотелось. Но когда смотришь иногда, и они начинают спорить. Вот, вот там в Бибии написано не так, вот нужно правильно понять. Вы не имеете правильное образование, ну, читать мы не умеем, да? А для того, чтобы правильно понять смысл. И я хотел бы, а я всегда, знаете, хотел сказать, что? Хорошо. Что такое Тора и Ветхий Зорг, ну, вариант Торы. Это стрижатый, который Яков Боисей получил для Синаи от Бога. Невидимого, незримого, ничтимого. Правильно? Значит, по-другим словам, слова Бога. Теперь, скажите, если вы считаете, что нужно комментировать то, что сказал Бог, то вы считаете себя выше Господа Бога. Значит, вы считаете Господа Бога дураком, который не в состоянии был выразить своему зернякло, то вам, его служителям, нужно их комментировать. Вы думаете, как нам, за что бы ответил этот священник? Заткнулись немедленно. Потому что они прекрасно понимают, что комментарии, когда он дает, они пытаются дурачить их людей, когда там рассказывают все четко и ясно. Понимаете? Так вот хочу сказать. Вот не нужно превращаться, так сказать, вот, ну, как говорится, просто слепых баранов, извините, здоровье, которые ему скажут, и мы готовы сказать почему-то. Потому что нам сказали, что мы рабы. Потому что мы рабы Божьи. Как там вот, между прочим, в Верхове Заряди, в то же написано, что когда, помните, Иисус в нами заменял Моисея, ему Бог сказал, «Мой раб Моисей умирай, теперь ты будешь вместо него». Неплохо, да? Это основные слова из Торы. «Мой раб Моисей умирай, теперь ты будешь вместо него». Вопрос, если Мессия и Моисей для Бога раб был, то кто, что да все остальные, понимаете? И как Бог может говорить, что его собственного образа, подобное созданное существо, им же самим созданное существо является его рабами. Получается, он сам себя рабом делает, да? Вот Христос говорит, частица Бога в нас самим и каждом есть, да? Да получается, Бог говорит, что его собственный, он сам журав, сам у себя, да? Ну, аллогизм, жутчайший, никто этого не видит. Но сколько можно спать и слушать, вреднее? Ну, просто один парень написал мне, что отвадило христианство, знаете, что отвадило христианство? Он говорит, когда я был младшишком, написал, «Моя бабушка спекла Пасху». И всю ночь стояла на Пасху, так сказать, чтобы отнести батюшку в эту свою Пасху. А он затем быстро залез через оборс, попал, и увидел, как сотни их Пасх батюшка скармливает свиньям. Вот у тебя один парень что-то делает? Она всю ночь на коленях стояла, молилась и так далее. Отдала этому, как для нее, священную вещь, думаешь на себя, а батюшка как синяя икона. Вот эта святость несется нам, да? Таким образом? Духовность. Бог такой. Может быть, почему вожак изменились? Конечно, конечно, конечно. И работа душа работают. Да, конечно, раб это просто ученик, так как меня один там складывает. Вот Бог имел в виду, когда говорил, что Моисей мой раб, он имел, что ученик. Если бы хотел сказать ученик, он бы сказал ученик. Ну, вы не понимали все. Нет, мы переводим, наверное, не переводим. Нет, мы переводим, не переводим, не переводим, не переводим. Да, последний там не зажгутся. Во-первых, вы знаете, мы пока скажем так, для многих это будет немножко странно услышать, но мне пришлось побывать на многих планетах, неважно сейчас, наверное, что-то, чему-то. Так вот, знаете, где Боги наблюдались? Там не примитивные планеты. Чем ниже уровень, там появляется какое-то существо, которое действительно владеет возможностями, которые живут за пределом понимания всех остальных. Но я хочу точнее, Богом вы называете существо, владеющее определенным образом? Нет, потому что, к сожалению, поразитель. Ну, просто я пускаю иерархию. Нет, нет, иерархия есть, но там не называются Богами. Потому что, понимаете, там, где называется Богом, в таком плане, вот, создает культ. Иерархия есть в космосе, действительно. Но иерархия, там не власть бесконтрольно, что хочу, что хочу, что я творю. Она говорит, чем выше иерархия, тем больше ответственность за все и вся. А не наоборот. Понятие Бога, все, что хочу, что я творю, понимаете? Хочу казню, хочу милую. Хочу уничтожить, хочу не уничтожить. Это называется Бог, да? Зачем говорить далеко? Всем, Садома Каморна, хорошо известное явление, да? Да, да. Ну, вы знаете, что основу послужили два города в Индии, которые на территории Пакистана находятся. Которые были при походе Александра Невского уничтожены взрывом, атомом Бога. Атомом Бога, знаете, да? Ну, то, что Библия Екатеринская потрясает всего. Больше всего театр читали, но люди читают. Неужели их не возмущает? Так, пошлость и медость, которые написано там. Привожу пример. Лот, праведник Лот, да? Когда Бог послал двух ангелов, чтобы разумить жителей Садома Каморна, их хотели изнасиловать. И Лот сказал, не насилуйте посланников Божиих, вот мои дочери, насилуйте их. Это, по Библии, праведник Лот. Неплохо, да? Хорошо, давайте... Я секунду завершу это. Просто я Ноту специально дал, чтобы мне не прочувствовал. Дальше, ну, знаете, он вышел, и так далее, вооруженно окаменело, ну, там, понятно, она получила святого монтажа и погибла. Он остался с двумя дочерьми, так. В первую ночь его дочери, праведник Лот, напоили-то пьяна и изнасиловали своего собственного отца. Но самое интересное, на следующий день в соседней деревне уничтожили все мужей. Вопрос. Ну, я понимаю, черт возьми, последний мужчинка на свете остался? Ну, нету больше мужчинок. Я понимаю. Ну, если они прекрасно знали, что есть соседние города и соседние деревни, куда-нибудь пришли как-то к корчуну, и потом они нашли себе мужей, то о какой праведности его и его дочери можно говорить? И это преподносится как высший добродетель. Извините. Я только один пример привел, да можно бесконечно пробовать. Это советские завершения. А что, а что фундаметр, извините, для христианства является? Новый завершения. Нет. Новый завершения – это вторая книга. Самая основная – это ветхий завершения. Я понимаю, я не поступаю. Ладно, потом это не ладно.